Друзья, привет всем! С вами FutureTime и сегодня у нас на обзоре свежайшая модель смартфона Poco M4 Pro. Это такой среднебюджетный аппарат, он прям вот только-только вышел. Он пришел, соответственно, на замену Poco M3 Pro. Здесь сделали некоторые улучшения, прислушались к пользователям. Здесь теперь есть широкоугольный объектив, есть стереозвук. Здесь теперь у нас более быстрая зарядка на 33 Вт. Ну и, конечно, более производительный процессор Dimensity 810. В общем, аппарат действительно интересный, давайте его сейчас распакуем, посмотрим. Сразу хочу по поводу версий сказать, всего их две, получается 4,64 и 6,128. Первая из них стоит примерно 14 тысяч рублей или же 200 долларов. И вторая стоит где-то 220 долларов, ну, в общем, в районе 16 тысяч. Ну а мы с вами давайте уже поскорее перейдем к обзору самого телефона. Значит, смотрите, по комплектации здесь у нас имеется силиконовый чехол. Вот здесь вот он в коробочке лежит вместе со всеми инструкциями, с наклейками Poco. Вот так вот он выглядит, просто прозрачный чехол. Также в комплекте у нас идет зарядник 33 Вт. Это для среднего класса очень даже хорошо. Это, конечно, не как на дорогих телефонах, там, по 65-66 Вт. Но, тем не менее, это очень неплохо. Смартфон полностью заряжается где-то за час. Ну и за 10 минут его можно подзарядить примерно на пару часов просмотра видео. Провод, соответственно, USB Type-C. Это, я думаю, всем понятно. Ну и еще по преимуществам смартфона. Я не все перечислил. Значит, про Dimensity 810 я сказал с поддержкой 5G. 33 Вт сказал. Еще здесь дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц. Ну и камера также основная проапгрейдилась. Теперь здесь 50 Мп. У меня вот такая серая версия смартфона. В продаже есть еще голубая и желтая. Можете тоже по ссылке посмотреть. По габаритам смартфон остался практически такой же, как и М3 Pro. По крайней мере, по ширине и по толщине там совсем несущественное отличие. По длине он увеличился там буквально на пару миллиметров. Крышка у смартфона матовая, пластиковая. Отпечатки практически не собирает. На ощупь, в принципе, приятная, гладкая. Блок камер обновился тоже по дизайну. Но он здесь двухсоставной. Выпирает, в принципе, не очень сильно из корпуса. Рамка у смартфона, кстати говоря, тоже пластиковая, как и задняя крышка. Алюминия здесь нет. На правом торце у нас кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальцев. В принципе, это удобное решение в кнопке. Дальше у нас качелька регулировки громкости. Это стандартно. На верхнем торце, смотрите, находится инфракрасный порт. Я считаю, это большой плюс. Удобно различной техникой управлять. Отверстие под микрофон. И есть, видите, динамик тоже сверху. То есть, здесь есть стереозвук. Один у нас динамик снизу, другой сверху. Соответственно, Type-C порт, микрофон. Смотрите, есть даже аудиоразъем. Это тоже большой плюс достаточно. Ну и на левой стороне смартфона у нас находится комбинированный слот для двух сим-карт. Либо сим-карта плюс карта памяти. То есть, здесь можно расширить память. Тоже достаточно большой плюс. Диагональ экрана здесь составляет 6,6 дюйма. Ну, в принципе, это такой уже, скажем так, на пределе размер экрана. То есть, в принципе, еще не прям лопата. Но это и не 6,4. То есть, в принципе, в эту сторону смартфона дотягиваются уже, ну, так как бы на пределе для того, чтобы печатать. Но, в принципе, размер более-менее можно назвать комфортным. С завода, кстати говоря, на экране наклеена защитная пленка. Это хорошо. Потому что стекло сейчас еще прям так быстро за один день не купить. И на первое время как раз будет хорошо. Также, кстати говоря, отвечу сразу на популярный вопрос. Есть ли здесь индикатор уведомлений? Нет, индикатор уведомлений здесь, к сожалению, отсутствует. Здесь к пользователям, к сожалению, компания не прислушалась. По поводу дисплея, друзья, что можно еще сказать? Про 90 Гц я уже сказал. Это важно. Это более плавная картинка. Разрешение у нас здесь Full HD+. Яркость экрана, на самом деле, не очень большая. Максимальная составляет всего 450 нит. На очень ярком солнце этого может, на самом деле, не хватить. Но здесь главная фишка по заявлениям производителя, это поддержка цветового пространства DCI-P3. То есть, если по-простому, то цвета здесь выглядят более сочно, чем раньше. Вот, как пример, можете посмотреть, есть специальное изображение с DCI-P3 и без него. Ну, то есть, в целом, это достаточно качественная IPS-матрица. Это не AMOLED, вполне себе пригодная к использованию. Программная оболочка здесь установлена MIUI 1251 из коробки. Думаю, что в представлении она не нуждается. Все вы с ней уже прекрасно знакомы, с ее там менюшками, центром управления. Вот, и, соответственно, на борту Android 11. Как я уже сказал, на смартфоне присутствует стереозвук. Но, смотрите, нужно понимать, что это все-таки достаточно бюджетный аппарат. Давайте сейчас что-нибудь включу, без авторских прав. В общем, смотрите, суть в том, что по качеству звук, в принципе, неплохой. Но максимальная громкость, на мой взгляд, не такая уж прям большая. И еще здесь по громкости динамики отличаются. Нижний играет значительно громче, чем верхний. Вот, то есть, равномерного распределения здесь нет. Но, тем не менее, стерео. Такое, как бы, бюджетное стерео. Вот, если верхний динамик закрываю, звук практически не меняется. Ну, то есть, вот так вот. По поводу Vibro, ребят. Vibro здесь хорошее. Мне понравилось. Vibro прям очень даже очень неплохое, как для бюджетного аппарата. По технологиям, значит, что еще отметить. 5G присутствует. Bluetooth версии 5.1. Само собой, там GPS есть. Разблокировка по лицу есть. Камера у нас фронтальная. На 16 мегапикселей здесь. Ну, про камеры сейчас отдельно еще поговорим. Ну, и самое основное, конечно, то, что обновилось, это процессор теперь Dimensity 810. Соответственно, уже 6-нанометровый техпроцесс. Два у нас производительных ядра Cortex-A76 по 2,2 ГГц. И 6 энергоэффективных ядер A55 по 2,0 ГГц. Графика Mali-G57MC2. И память здесь оперативная LPDDR4X. И постоянная UFS 2.2. Графический ускоритель остался такой же, как в Poco M3 Pro. Но, в целом, конечно, прирост производительности есть. Ну, и самое главное, прирост энергоэффективности, конечно, за счет техпроцесса. Ну, и поменьше нагрев. Батарея у нас здесь на 5000 мАч, что, конечно же, очень круто. Это суперская емкость. Можно растянуть даже на 2 дня при желании. Но самое главное, что прям полные сутки с раннего утра до позднего вечера вам точно будут обеспечены. Ну, и плюс достаточно быстрая зарядка. В общем, в плане автономности здесь прям все супер. Все отлично. В целом, именно по быстродействию, по скорости работы системы, смартфон достаточно шустрый. Ничего не лагает. В принципе, это и понятно. Процессор здесь достаточно все-таки производительный для данной ценовой категории. Ну, и 90 Гц экран. Все работает достаточно плавно. В общем, смартфоном пользоваться действительно приятно. Ну, и теперь давайте поговорим по поводу камеры. Протестируем их. Здесь, на самом деле, всего 2 модуля. Хотя кажется, что их тут чуть ли не 5. Но, на самом деле, здесь просто заглушки. Здесь подсветка. И два модуля. Основной на 50 Мп. И второй у нас широкоугольный на 8 Мп. Все просто. Видео, кстати говоря, основной модуль снимает у нас максимум в 1080p 60 fps. 4К здесь не завезли почему-то. И электронная стабилизация у нас, кстати говоря, работает только на 30 кадрах. Ну, и, собственно, давайте сейчас перейдем сразу к делу. Протестируем съемку. В дневное время, в принципе, ну, я думаю, что здесь обсуждать-то даже особо нечего. Я думаю, оригиналы я загружу просто на диск. Оставлю ссылку в описании. И вы посмотрите сами более подробно фотографии. В принципе, днем смартфон снимает, понятное дело, хорошо. Так же, как и многие аппараты в данном ценовом сегменте. Более интересно, конечно, в темное время. По ночной съемке, смотрите, мне лично в целом показалось неплохо. Понятное дело, что по детализации, конечно, это не флагманский уровень. Ну, и опять же, вспоминаем цену этого смартфона. Но в целом, как мне кажется, нормально. Цвета довольно неплохие получаются. Шумов, в принципе, по минимуму. Можно сказать, даже практически вообще отсутствует. У смартфона есть ночной режим. Вот именно большую часть фотографий я сделал в ночном режиме. Соответственно, если делать фото в обычном режиме, то у нас получается, что объекты не такие уже светлые, но зато повыше детализация становится. Вот, поэтому здесь уже вы выбираете, как вам будет более приемлемо. В целом, на мой взгляд, за свои деньги нормально снимает. Пишите в комментариях ваше мнение, как вы думаете. Может быть, он мог бы снимать и получше. Тест видеосъемки, друзья. Poco M4 Pro. 30 FPS. Full HD. Электронная стабилизация. Оцените, как качество картинки, звук. Так, и на 60 FPS тоже сниму. 60 FPS уже идет без электронной стабилизации, соответственно. Так, ну и фокусировка. Вот, фокусируется вроде быстро. Ну и оригиналы залью в описании под видео. Сами рассмотрите. Вот такой вот, собственно говоря, смартфон, друзья. Ну, как на мой личный взгляд, он достоин. Внимание, за 14-16 тысяч рублей вариант, в принципе, очень-очень даже неплохой. Наверное, даже будет один из лучших за свои деньги. Как думаете вы, напишите в комментариях, согласны вы или нет. Но в целом, конечно, можно там уже и добавить, наверное, несколько тысяч рублей. Взять уже и Poco X3 Pro. Как бы варианты, в принципе, есть. Но этот смартфон очень достоин. Ссылку на проверенного продавца, где вы можете заказать, в описании я оставлю. Ну, с вами был FutureTime. Жду вас в комментариях. И подписывайтесь на канал.